Муж ревнует или нет? Андрей? Да. Ты знаешь, я тебе могу сказать даже по-другому. Я не могу сказать, глупо было бы с его стороны ревновать, потому что он меня слишком хорошо знает. Мне сейчас невыгодно, понимаешь, говорить, что нет повода ревновать. Конечно, конечно. Я ищу многие мужчины в испорче настроения. Но начну сегодня с Димы, в принципе. У тебя же есть жена, да? Я ее знаю. Заметьте. Я заметил. Ты напрягся. Шучу. Ты знаешь, он просто меня слишком хорошо знает. Он знает, что, скажем так, даже если быть точным и, насколько это возможно, откровенным, я очень любопытная и очень жадная в плане эмоций, в плане знаний, в плане познания себя, мира, окружающих. Я любопытная и неугомонная. Вот, понимаешь? И это и мешает, и помогает. Но у меня большие амбиции, и я очень многого хочу добиться в жизни, гораздо большего, нежели я добилась. Если бы у меня не было бы цели, тогда все, что про меня пишется, говорится, как бы, и то, что люди про меня думают, было бы правдой. То есть муж не ревнует? Он понимает, что я как локомотив иду к той цели, которую я поставил. Понимает, понятно. Ревнует или нет? Нет. Не ревнует? Нет, нет. Ты видел, Андрей, или нет? Совсем бесчувственный. Нет, не видел. Нет, не бесчувственный. А ты понимаешь, бессмысленно ревновать. В данном случае товар лицом в моей профессии. Если я одета плохо, если я выгляжу несексуально, если я не вызываю желание, вообще, как бы, любая реклама, вообще, любая реклама, если кто-то в этом разбирается, она основана на том, чтобы вызвать потребителей желание. Желание купить, это уже следующее, но желание. Поэтому в моем случае, как бы, в случае любой публичной женщины, ее любые действия основаны на первом, главном и основном правиле – вызвать желание. Он, слава богу, со мной с детства, и он это понимает.